Не торопясь аккуратно, главное не повредить. Гнездо с аистами водрузили на автовышку, чтобы начать работы по установке конструкции уже на козырьке ЗАГСа. После долгого отсутствия пара белых птиц вернулась на прежнее место. Но перед этим скульптуру привели в порядок. Аисты у нас были переданы в 11-ю колонию, где они были отреставрированы и построено гнездо, то есть свитогнездо для этих аистов, что тоже приносит удачу в домашний очаг и семейное благополучие. Их покрыли лаком специальным, который как раз-таки устойчив ко всем изменениям погоды. Думаю, что надеюсь, что все продержится, будет все хорошо выглядеть. Скульптура аистов была установлена на крыше городского ЗАГСа в 70-е годы прошлого века. Для копейских молодоженов она долгое время была символом начала семейной жизни. Возвращение птиц коренные копейчане считают очень важным моментом. Сейчас вновь вернули, получается, вот этот вот символ копейска, аистов этих. Они ведь много лет были на городском ЗАГСе. Вот скажите, вот помните это время? Помню, и очень нравилось даже. Аист, новая семья, видите, рождаются. Очень красиво было. Потом убрали, получается, сейчас вернули. Как вы считаете, правильно сделали? Вернули? Конечно, правильно. Почему? Мне нравится, красиво. Гнездо исчезло с крыши в начале 2000-х. Ветхое состояние скульптуры не сочеталось с торжественностью момента. Но раритеты порой возвращаются. Несколько лет назад в Копейске определили десятку самых главных символов города. В нее вошли известные копейчане, памятники, исторические места и даже чучело лося в городском кровеческом музее. Но вот аистов с городского ЗАГСа в этом списке не было. И теперь историческая справедливость восторжествовала. Один из символов Копейска вновь занял свое место. Вернуть аистов на крышу решили в рамках большого ремонта, который сейчас проходит в городском ЗАГСе. Сотрудники учреждения надеются, что современные молодожены будут фотографироваться не только в роскошной обстановке зала, но и с аистами, как делали их бабушки и дедушки.